Я всех приветствую на своем канале Infam und Infam и с вами Лена. В этом видео у меня особенная тема, которая будет интересна не только женщинам, а также мужчинам, потому что тема будет пиво. Я думаю, что многие из вас любят пиво, и в Германии, так как я живу в Германии, это прям напиток номер один. Мы решили с моим мужем кое-что новое испробовать, это новая концепция пива на дому, то есть вы делаете сами пиво. И существует такой сайт, совсем новенький, где можно заказать пиво со возможными вкусами, и вам прям присылают на дом сам бочонок со всеми ингредиентами, которые вы можете смешать и через неделю получить настоящее пиво. Мы сейчас все это вместе с вами смешаем, показываем, как этот же процесс выглядит, но и в конце мы продегустируем, потому что мне действительно интересно узнать, что уже через неделю получится, будет ли ли вкусно. На сайт, ссылку я оставлю внизу, если кому-то интересно, но, к сожалению, пока что эта концепция работает только для Германии, Австрии и Швейцарии. Я думаю, что все-таки со временем это все наберет на оборот и появится в России и других странах СНГ. Ну что ж, давайте теперь посмотрим. Давайте рассмотрим все ингредиенты поближе. Ну, конечно же, стоит большой бочонок. Рядом с бочонком это солод. Ну, само собой, дрожжи, сама первая. Затем вы видите, это халапеньо. Такой ядреный красный мексиканский перец, будет очень остро. Затем сандаловое дерево, которое придает такой древесный вкус. Очень люблю я древесные нотки и еще хмель. Без него никак. Набору прилагает такая пошаговая инструкция, где все объяснено, в общем-то, пронумерировано. И продукты сами тоже имеют каждый номер. Ошибиться невозможно. Сейчас вы сами вбедитесь, насколько это быстро и легко. У бочонка номер один. Мы все это открываем. Затем у солода номер два. И солод надо просто вылить в бочонок. Я, кстати, ни разу солод не нюхала. Для меня это было первый раз. Такой имеет сладковатый запах. Так что кое-что для себя также я открыла. Самое удобное, что сама упаковка из-под солода будет дальше использоваться. И вам не нужна никакая посуда для измерения. Потому что там показано, что маркировка – это холодная вода. Туда наливается первым шагом. И уже вторая маркировка – это кипяток. Полностью заливаете посуду кипятком и тоже в бочонок. Не забудьте какое-нибудь полотенце или кухонные перчатки, потому что сегодня очень горячо. Это же кипяток. Следующим шагом будет это закрыть сам бочонок и начинать его трясти. Трясти надо 30 секунд. Вы можете измерить или, например, научиться считать на немецком. Я думаю, что вы у нас умеете считать до 30, поэтому я решила сэкономить ваше время. И мы пройдем дальше по этапам. Нам снова же понадобится посуда из-под солода. И пять раз мы будем туда наливать холодную воду. Дело осталось за всеми пузырьками. Первым делом мы добавим сначала хмель. Затем высыпаем полностью все дрожжи. Ну и все экстракты, которые остались. То есть халапеньо и в самом конце сандаловое дерево. Сандаловое дерево. Прям целый мешочек мы сразу сюда. В мешочке его и кладем. На следующий день мы переворачиваем бочонок. И неделю ждем. Через неделю ваше пиво готово. Можно приглашать друзей и его испробовать. За счет древесных ноток, а также остроты, пиво получилось необыкновенным и очень вкусным. Понравилось как и мне, так и всем нашим друзьям. Ну что ж, я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я вам говорю, до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока.